Привет, это Технозон, и вы знаете, я считаю, что китайцы просто оборзели. Оборзели не потому, что моя команда сказала, что сегодня мы будем снимать распаковку посылок, и вроде бы они мне приготовили какой-то сюрприз. Кожую все-таки сюрприз мне приготовила моя команда, я... Я как бы... Да вы шутите! Да вы шутите! Серьезно, что ли? Вау! И вроде бы и хорошо, здесь даже есть какие-то упаковочные чеки, там и все выкидываем. А это в коробках было, да, оно не упаковано. Какие-то посылки. Что ж, я предлагаю вообще незамедлительно начать это вскрывать, но перед тем, как мы начнем вскрывать весь этот Китай, мы должны вам напомнить, что у нас на канале происходит огромное количество разных акций и розыгрышей. На момент съемки этого видео у нас на канале разыгрывается обалденная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060, и все условия лежат в описании под видео. Переходим, смотрим, участвуем. А также, если вы еще не подписались, то вы пропустите море обзоров из этих вот распаковок. И я советую нажать все-таки кнопочку подписаться и колокольчик. А также в описании под видео у нас есть ссылки на наши паблики, Viber, ВКонтакте, Фейсбук, мой личный Инстаграм, если кому-то интересно. А теперь я говорю вам хавабанга, ребята, это же Бубульгум. Поехали. Вскрывать начнем все по порядку, вернее, пойдем вскрывать мы, наверное, то, что уже у нас открыто, то, что было в коробках. А это у нас что? Это 4K TV Box. Коробочка, кстати, красивая. Это у нас для девочек, наверное, да? 4K TV Box Color Your Life. Я, честно говоря, не знаю, что это за TV Box. Если кто-то из команды знает, это у нас, это у нас, это у нас V8 Max. Ребята, вот такой вот V8 Max. Вы можете, в принципе, уже смотреть характеристики. Очень достойная посылочка. Обязательно передаем на обзоры. Класс. V8 Max мы отправляем на обзор. Что у нас здесь есть предварительно? Это, кстати, S905X2 процессор 4х64. Отлично. Есть LAN, есть SPDIF, есть RJ45, вернее, есть аудио-видео. Все супер. Ребят, забираем. На обзоры идет. Вот это что помятое? Я вообще не понимаю. Ну, совсем помятое. Написано T95 Max. Я не знаю, что это за T95 Max. Весь запакован. Я знаю, что это за T95 Max. Ребята, это какой-то T95 Max на Allwinner H6 процессоре. Не знаю, насколько он хорош. Мы знаем, что Allwinner H6 дает хорошую картинку, но практически все TV-боксы на этом процессоре не имеют автофреймрейт. И пока что успешно его нормально никто не крутит. По-моему, Zidu что-то выпускало. Zidu H6 на Allwinner H6. Достойная тоже посылочка. Обязательно передаем на обзор. Забираем, ребят. А это у нас... Да ладно. Да ладно, ребят. Это мини-компьютер. Кто ждал мини-компьютера? У меня многие спрашивали. Ребят, вскрываем. Мини-компьютер обязательно будет у нас на обзоре. Потому что очень часто я вижу в комментариях этот вопрос. Что же у нас здесь есть? Это Intel Atom X5. Я как бы не понял. 2 гигабайта оперативной памяти. Intel HD 400. 2,4 ГГц Wi-Fi. Зато гигабитный порт RJ45. Для чего такая штука может быть нужна? Непонятно. Мини-PC. Intel мини-PC. Короче, куча каких-то инструкций. И, в принципе, из комплектации ничего интересного. Меня интересует сама коробка. Она очень тяжелая, кстати. Кто вообще производитель этого чуда? Как бы заявились бы. Не знаю. Просто, вот просто получается вчера по почте просто пришло. Супер вообще. У нас здесь есть 3.5 выход. USB 3, HDMI, LAN. Все как бы. Я вообще не понимаю, что это за коробка. Но мы обязательно ее пускаем на обзор. Достойно. Вот я единственное не могу понять, что вот это такое маленькое. Что это? Что это? Держатель для мусорных пакетов. Вот на технозон еще не было у нас держателя для мусорных пакетов. Я вот, вот почему. Что? Мне тут машут там класс. Вот в основном женская половина нашей, скажем так, команды. Но, блин. Это мне не надо. Ты будешь это обогревать. Все, короче. Это уходит. У нас есть еще один канал. Мы потом его обязательно анонсируем. Это, пожалуйста. Это в женскую аудиторию. Это мне не надо. А здесь что? Сегодняшняя распаковка меня пока что... Я примерно понимаю, что это все ТВ-боксы. Что может быть в такой маленькой штучке? Я вообще даже не представляю. Китайцы вообще уже... Везде мой адрес. Откуда они его берут? Я даже не знаю, кто присылает. Обычно как бы отписываются. Это флешка. Это флешка. Альфа-вайс. Как я должен сделать обзор на флешку? Разве что вставить куда-то и скорость померить. Не знаю. Но отдельный обзор на нее пилить точно не буду. За флешку, конечно, спасибо. Но я не понимаю. Что-то тяжелое. Ничего не тарахтит. Кстати, когда сегодня настраивали камеру, я дал оператору нашему коробку. Он потрусил и сказал... Вы знаете, она тарахтит, наверное, хорошая посылка. Ну и, кстати, большая коробка. Меня больше интересует сейчас... Тяжелое. Что это тяжелое? ZMI. Что такое ZMI? А это у нас 4G модем. Wi-Fi роутер 4G. Кто просил обзор, сможет ли работать TV Box на 4G Wi-Fi роутере? Ребята, мы это обязательно проверим. Это достойная штука. Надо будет узнать, кто прислал. И спасибо огромное сказать. Самое интересное, они даже не просят, чтобы я разрешал какие-то ссылки или давал каких-то производителей. Они просят, чтобы я это просто показал в своих роликах. Коробочка в коробочке. Коробочка в коробочке. Как это открывается вообще? Это все запечатано настолько сильно, что... Кто это же? Это не роутер. Нет, подождите. Здесь написано 7800 миллиампер. И написано 2.4 Wi-Fi. И... Это 4G роутер с powerbank, что ли? Блин, крутая штука какая-то. Давайте посмотрим. Я аж не могу... С карточкой. Здесь есть китайская карточка. Как вы думаете, как я должен это обозревать здесь? Здесь даже номер есть. У меня есть китайский номер. Вау. Все, супер. Китайский номер пригодится однозначно. А вот с этой штукой я даже не знаю, как быть. То есть я вижу здесь... Он похож на Xiaomi какой-то powerbank. Если учесть, что здесь еще 4G роутер. Куда вставлять карточку? Ребят, короче, будет обзор. Будем разбираться. Достойная штука. Я пока не понимаю, что это такое. Короче, идет куда-то далеко. Фух. Что же у нас здесь еще есть? Опа. Опа, ребята. Вот эту посылочку я вам не покажу. Я специально ее сейчас сфотографирую и выложу в свои паблики, что это. Я пока не имею даже права показывать, что в этой посылочке, я вам закрою характеристики, и я сфотографирую только название бренда. Это то, что должно выйти в апреле, и мы все так ждем. Но я вам честно скажу, на обзор это пойдет только когда я получу коммерческий образец, а не заводской. Обязательно ищите фотографии, это у нас в пабликах, для того, чтобы узнать, что там было, пожалуйста, заходите в паблики. Оу, здесь даже со штампами специальными. Зачем так запечатывать? Еще TV-боксы, ребята. Кстати, клавиатурка пришла. Мини-кейверт. Бэкки. Что это такое вообще? Я когда-то, кстати, такую уже обозревал. Но ее более детально, наверное, будем обозревать, как ее настраивать. Особенно у людей возникали вопросы, как включать русский язык на этой клавиатуре. Есть кабель зарядки и сама клавиатура, надеюсь, она с подсветкой. Приятная клавиатура с русским языком, кстати, не знаю, догадались, наверное. Молодцы китайцы, за это спасибо. Уходит на обзор. Что же за TV-бокс к нам приехал? А это какой-то смарт-девайс. Вот обожаю такие коробки, вот просто смарт-девайс, догадайся. Модель X. Еще лучше, дорогая, неизвестная модель 2х16. Ни о чем. На самом деле ни о чем. Не говорит пока что, но это я знаю, что это такое. Это такая мелкая фигня. Вот называю все своими именами. Это Skishon X. Skishon модель X. Вроде бы как есть 5 ГГц, но характеристики просто поражают. Посмотрим. Сильно я сомневаюсь, что получится очень хороший обзор на эту модель. Но она все равно уходит на обзор. Пока что я недостойных посылок не увидел. Я не знаю, в чем сюрприз был. Сюрприз был, наверное, в количестве, да, ребят? Magic CN5. Magic CN5. Ребят, у меня на канале уже есть обзор этого. Китайцы, смотрите мой канал. Я вас прошу, не шлите бесполезные коробки. Это хорошая приставка. Она неплохо работает. Кстати, положу тогда вам ссылку в описании под видео, для того, чтобы вы смогли посмотреть, что же это за Smart TV Box. Magic CN5. Не знаю, куда-то. Разыграем его на ближайшем каком-то мероприятии интересном. Когда будем, наверное, разыгрывать Nvidia RTX. Будет хороший подарок. Еще один TV Box. Ох, и помотала жизнь этот TV Box. О, я знаю, что это за TV Box. Я его хотел. Не, я не TV Box хотел. Я хотел его подержать в руках. Здесь у нас вот такой вот цветастый Q какой-то. Я вам могу сказать сразу, здесь кривой порт для SD-карт. Как бы впечатление первое не очень. Здесь, кстати, тоже внутри Allwinner H6 процессор. Как-то зачастили ребята с Allwinner'ами. Она тяжелая. Наверное, здесь все-таки запилили охлаждение нормальное. Сзади есть USB 3, SPDIF. Ребят, кому интересна эта приставочка, подписываемся. Обязательно подписываемся, для того, чтобы не пропустить обзоры именно этой приставки. Тоже в копилочку. Ну, как-то я не знаю. Сегодня одни только радости. Magic C N5 только разочаровал. И опять Magic C. Это Magic C N5 Max. Кстати, тех, кто ждал Magic C N5 Max, а были такие вопросы у нас в комментариях, я вот вам говорю, он наконец-то пришел. И ждите обзор Сана в ближайшее время. Поэтому подписываемся. Что ж, я так понимаю, что наши сюрпризы мы сегодня закончили. Сегодняшний выпуск мы не будем рекламировать Magic C N5 Max. Ну что ж, вы знаете, сюрприз на самом деле удался. Мне очень понравилось то, что прислали китайцы. Особенно мне понравился тот сюрприз, который я не могу показать. Все очень давно ждут релиз приставок на этом. Очень даже в хорошем процессоре. Но я вам скажу одно, что релиз мы немножечко задержим, потому что я хочу увидеть коммерческий образец. Тот образец, который ко мне пришел, это образец заводской. Я не хочу вас вводить в заблуждение, как это у нас получилось с Ичлинком. Вернее, я даже вас не вводил в заблуждение. Просто коммерческий и заводской образец оказались совершенно разными приставками. Что ж, а если вам интересна и дальше тема распаковок посылок из Китая, которые получает наш канал для обзоров, то комментируем и оставляем пожелания, что же вы еще хотите увидеть у нас на канале. Ну и не забываем ставить лайки или дизлайки. Мы на это не обижаемся. Подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребята.